Третья городская школа отметила юбилей. Педагогический коллектив, ученики, выпускники разных лет поздравили родное учебное заведение с 55-летием. Во Дворце культуры Арктика состоялся праздничный концерт, посвященный этому знаменательному событию. С подробностями Ольга Русул. В этих альбомах вся летопись третьей школы. В 1965 году, а именно тогда школа распахнула свои двери для учеников, здание являлось уникальным, потому что было первым кирпичным в Нарьенмаре. Кроме того, для учеников и педагогов школа казалась просто громадной на фоне остальных строений Нарьенмара. Впрочем, живые яркие воспоминания о годах, проведенных в этих стенах, совсем не на фотобумаге, а не в сердцах выпускников. Новенькая, красивая, мы были очень рады. Наши героини окончили третью школу более 50 лет назад. Их выпуск был вторым в новом здании тогда 8-летней школы номер 3. Это, представьте, это октябряцкие звездочки, это там пионерские звеневые, это председатели отрядов, это председатели дружины, это же вообще, как интересно, это горные барабаны, это же пионерские сборы, это же первые танцы. После пионерского сбора, посвященного какой-то теме, у нас классная дама, так сказать, оставляла и разрешала танцы. Она мне очень дорога, я здесь сама училась, работала, учились мои дети, учится моя внучка, так что вся жизнь моя связана со школой. А это первые первоклассники, которые проучились в новой школе все 8 лет и выпустились из ее стен. У нас были замечательные походы, так что это ежегодно, с первого класса и по десятый. На лыжах ходили бесклассных руководителей совершенно. И родители нас отпускали. А еще мы деревья первыми посадили. До сих пор этот сквер есть, они большие. И продолжением является литературный скверик. Вот на те деревья мы всегда смотрели, поняли, что, собственно говоря, жили не зря, это наше. У нас были отличные предприятия, смотр строили песни. Мы так вышагивали. История школьной жизни порой, как в журнале «Яролаш». Веселые эпизоды на фоне обязательных уроков делают жизнь школьников ярче. Мы недавно вспоминали, когда заходили в среднюю школу номер три, у нас физкультура проходила на лыжах в лесу. И, например, мы с Ниной Биндер выходили все вместе. До леса доезжало три человека всего. Остальные все просто у нас исчезали потихонечку, полигонечку. У нашего класса, классных руководителей, наверное, человека четыре сменились. Нас не очень хотели брать на попечение к себе. И вот последний наш классный руководитель, Нина Васильевна Биндер, как-то нас так организовала, сплотила, собрала все в кучу. И мы закончили третью школу. Выпускник 2016 года Кирилл Михеев вспоминает, жизнь в школе была насыщена, каждый день наполнена эмоциями. Люди делают школу такой, какая она есть. То есть у нас очень хороший коллектив был всегда. Все 11 лет, что я там учился, это учителя, это директор, это все очень приветливы. И в общем атмосфера в школе, ну как-то там было приятно находиться. Не важно, учеба это или внеучебная какая-то деятельность. Нина Гавриловна Гавырина, много лет возглавлявшая учебное заведение, а в общей сложности проработавшая в школе 38 лет, смогла добиться домашнего уюта на вверенной ей территории. Ну она душу вкладывала. Не просто так приходила на работу. Мне просто было каждый год интересно что-то сделать, чтобы педагоги, придя из отпуска, видели какие-то изменения. Они заходили, ох! Сейчас в третьей школе новый руководитель Анна Попова в должности директора всего месяц, но уже почувствовала особую атмосферу этой маленькой уютной школы. Мне кажется, она прямо школа пропитана вот таким семейным, домашним уютом, когда все живут одной большой дружной семьей. В этой школе учатся целыми поколениями. Маргарита Когудницкая, преподаватель музыки, вот уже 42 года учит ребят прекрасному. Сегодня со своими хористками подготовила выступление. Уют, такое теплое отношение с учениками, с коллегами, с бывшими учениками. Ну она у нас такая домашняя школа, вы же знаете, вы там учились. В 50-летний юбилей со сцены культурного центра Арктика в адрес педагогического коллектива и учеников звучали поздравления от первых лиц округа и города. Отличившиеся работники за добросовестный труд были удостойны грамоты, благодарственных писем. Наталья Сидорова, руководитель Департамента образования, культуры и спорта, отметила знаменательно, что в юбилейный год третья школа обретет новое просторное здание. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.